Большой Лондонский мост Миновать ряд убогих улиц окраины Тотча же за церковью святого Георга Вытянется перед глазами Угрюмое длинное здание казарменного типа Здесь всегда мало прохожих А сейчас в этот пасмурный сентябрьский вечер И подавно никого нет Только какой-то нищенский одетый старик Стоит у тяжелых, окованных железом ворот Вот к этому старику и обратился высокий загорелый человек Лет сорока Могу я узнать, сэр, что это за мрачные здания? Я спрашиваю, что это за здание? Это маршал си, сэр Маршал си? Долговая тюрьма? Да, сэр Долговая тюрьма Да 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 А скажите, сэр Всякой может сюда войти? Всякой может сюда войти Но не всякой может отсюда выйти Да Да Простите мою назойливость Но, поверьте, это не пустое любопытство Вы хорошо знакомы с этим местом? Сэр Хорошо А не знакома ли вам фамилия Дорит? 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 Моя фамилия Дорит? Вы Дорит? Как это неожиданно Видите ли, в доме моей матери Миссис Кленом Моя фамилия Кленом, сэр Работает швея Все называют ее крошка Дорит Она действительно похожа на ребенка И вызывает глубокое сочувствие к себе Я видел, что она вошла в эти ворота Кто эта девушка? Она моя племянница Дочь моего брата Вильяма Дорит Я Фредерик Мой брат в этой тюрьме уже 23 года А Эми родилась здесь, в тюрьме Эми Это имя крошки Дорит? Да Это ее имя У нее золотое сердце Она работает, не покладая рук Мы все пропали бы без нее А не могу ли я чем-нибудь помочь ей и ее семье? О, благодарю Благодарю вас, сэр Я представлю вас моему брату Хотите? Был бы вам чрезвычайно обязан Пойдемте 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 Сейчас нам откроют Вот Привратник Юный Джон Чивери Мистер Фредерик Дорит Я не один, Джон Мистер Кленнам хотел бы засвидетельствовать свое почтение моему брату Прошу вас Не оступитесь, сэр Здесь темновато, я посвечу вам Налево Еще налево Здесь я должен покинуть вас Ах Мистер Дорит Прошу вас передать мои лучшие пожелания сэру Вильму и мисс Эми Парень с детских лет вздыхает по нашей Эми Впрочем, кто ее здесь не любит? Ну вот, мы и пришли Прошу вас, сэр Окажите моему брату возможное уважение Он старейший обитатель этой тюрьмы и поэтому носит титул отца маршалси Он привык к некоторому почету Это единственное, что помогает ему переносить жизнь Да, войдите Дорогой брат, позволь представить тебе мистера Кленема Он знаком с нашей Эми и ему хотелось засвидетельствовать тебе свое почтение Надеюсь, что мое уважение к вашей дочери может объяснить и оправдать мое желание познакомиться с вами, сэр Я вернулся в Англию недавно, после 20-летнего отсутствия Я работал в Китае в торговом деле моего отца Отец умер, теперь я один из компаньонов скромной фирмы Дойс Кленн Рад приветствовать вас, маршалси мистер Кленн Фредди Я Дай стул Ах, да-да Прошу садиться Благодарю вас Может быть, окажите нам честь Эми, милочка, дай тарелку Благодарю, я совершенно сыт Вы в первый раз здесь, сэр В первый раз, сэр Да, впрочем, я бы знал Надо вам сказать, что меня называют здесь отец маршалси Я, да, я слыхал Вот, не было случая, чтобы новый гость маршалси не был представлен, нет Случалось, что брату представлялось до 40 человек в день Нет, 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 бывало и больше И надо вам сказать, мистер Кленн, что здешние посетители делают мне иногда Небольшие подношения Отец Что ты, Эми, ты не помнишь, как звали того джентльмена из Камбервилля, который недавно покинул маршалси Нет, отец, не помню Я решительно не могу припомнить его имя Отец Что ты, крошка? Я подумала, ведь мистер Кленн не знает джентльмена из Камбервилля И, может быть, ему покажется неинтересным Нет, ну отчего же, поступок этого джентльмена был так деликатен Так, надо вам сказать, он был садоводом И, прощаясь, он преподнес мне прекрасный куст герани После его отъезда я обнаружил с большим тактом скрытые в цветах две генеи Отец Ну что ты, крошка? Ей, она, конечно, что-то великодушная И сделана с большим вкусом, не так ли, сэр? Совершенно, совершенно согласен с вами, мистер Дольд Простите, сэр Мисс Фанни Дольд, моя старшая дочь, сэр Кленнам Большое знакомство, сэр Эдуард, сокращенно, тет, мой сын, рекомендую, сэр Кленнам Большое знакомство Эми Эми, мои сигары Вот они, возьми, дед Только полкоробки У меня не хватило денег, но завтра я должна получить за шитье и куплю тебя еще Ладно, за тобой Хорошо Крошка, готово по платью? Вот оно, Фанни О, и починила, и вычистила Как хорошо, она мне так идет Мистер Дольд Да, да Позвольте выручить вам, как скромный дар уважения Вы, истинный джентльмен, сэр, я глубоко взволнован, я потрясен, сэр Звонят Да, мне очень жаль, но это знак для гостей маршалов, что прием окончен Да, да, да Эми проводит вас до калитки, мистер Кленнам Эми Сейчас, отец, я только накину платок Эми, ну скоро ты? Иду, иду Доброй ночи Доброй ночи Простите меня, дитя мое, что я следил за вами на улице и пришел сюда Но все то, что за этот короткий промежуток времени я здесь увидел Усиливает мое желание Помочь вашей семье Лучше бы вы не следили за мной, сэр И не приходили бы сюда О, мистер Кленнам Не осуждайте моего отца Не судите его так, как вы судили бы тех, кто живет на воле Он так давно в тюрьме Надо понять его Мисс Эми Вы не знаете фамилии кредиторов, которые держат вашего отца в маршалсе? Я часто слышала о мистере Полипе О, мистер Полип это очень важное лицо в министерстве околичностей Пытался кто-нибудь освободить вашего отца? Нет, сэр, нет Это такое запутанное дело И потом Если бы даже это и случилось А это никогда не случится Может быть там на свободе отец не будет пользоваться таким почетом, как здесь в маршалсе? Ведь его здесь очень уважают Если бы он узнал, что я зарабатываю шитьем, а Фанни служит танцовщицей в театре Это было бы для него ударом А ваш брат, он служит где-нибудь? Служил У одного торговца лошадьми Теперь не служит Он задолжал своему хозяину, теперь тоже заключен в маршалсе Вот как Ну, долг вашего брата вряд ли велик А как фамилии этого торговца лошадьми? Моун, капитан Моун Моун Вам надо уходить, сэр? Да Джон! Я? Пожалуйста, Джон, выпустите посетителя До свидания, мисс Эми Нет, дайте мне право называть вас крошкой Дорит Я люблю это имя больше других До свидания Крошка Дорит До свидания, мистер Клэнни Пожалуйста, Джон, выпустите посетителя Спокойной ночи, Джон Мисс Эми Вы позволите проводить вас до вашей двери? Проводите, Джон Вот здесь, на этом самом дворе, мы с вами играли в детстве Вы помните? Помню, Джон Вот в этом самом углу у нас была тюрьма Я был тюремщик, а вы заключенный Тюрьма была ненастоящая Но из этой ненастоящей тюрьмы я выпускал вас за настоящий поцелуй Вы помните это, мисс Эми? Помню, Джон И я думал, что когда мы вырастем Я очень устала, Джон, голубчик Ах, мисс Эми И отец ждет меня Ах, ах Спокойной ночи, Джон А почему мы не можем обвенчаться? Жить здесь, в Маршалсе Если обвить решетку нашего окна пунцовым горошком И завести канарейку или даже две То будет настоящий рай А когда пройдет жизнь То на моей могильной плите будет начертана В памяти Джона Чивери Бывшего тюремщиком в течение 60 лет Который скончался в возрасте 82 Нет, 83 лет И его нежно любимой жены Эми Урожденный Дорит Не переживший потери своего мужа